Всем привет! С вами я, Виолетта, и в этом видео я хочу сделать обзор на потрясающую Grayscale раскраску Don't Scream от двух иллюстраторов, объединенных творческим псевдонимом Coloring by Kitty. Это Александра и Евгения. Я внизу в описании вам оставлю ссылочку на сайт, где есть все их соцсети. Также вы там можете приобрести эту раскраску. Я знаю, что можно ее купить в группе ВКонтакте, вот в таком издании, как у меня. Также скоро эта раскраска должна появиться на букдепозитории и на Amazon в амазоновском издании, насколько я понимаю. То есть вот эта печать по требованию на склейке и с не очень плотной бумагой. Здесь бумага очень хорошая. Я, честно говоря, забыла грамм на метр. Сколько квадратный? Вот, мне кажется, около 200. Значит, обложечки у нас такие приятные, заламинированные. Вот, раскраска, как вы можете заметить, на спирали. В конце есть ссылочки. Тоже постараюсь их продублировать в описании. Вот, сама раскрасочка, она такая на хоррор-тему. Мне очень понравились здесь листы. Я пока еще не раскрашивала, но они на ощупь как будто бы акварельные, очень такие шершавые, приятные. То есть, знаете, бумага как будто бы мягкая. Я не знаю, как это назвать. Вот, и действительно листы плотные очень на ощупь. Вот, картинки здесь выполнены в таком прям сером-сером грейскейле, темном. Вот, ну, кому-то может понравиться, кому-то нет. Мне очень нравится, что эта раскраска выглядит так, как будто ее только что для меня нарисовали. То есть, вот эти все линии, там, какие-то карандашные, похоже, может быть, на уголь даже что-то. Вот, они придают, ну, действительно, живость какую-то. Я когда маме показывала эту раскраску, она сказала, что выглядит как будто чей-то скетчбук, который, в общем-то, я стащила, чтобы пораскрашивать. Вот, ну, мне кажется, это довольно необычно. У меня в коллекции нет раскрасок с таким грейскейлом. Вот, и поэтому я была очень рада получить эту книгу. Мне она очень, в общем, понравилась. Здесь много портретов. Девушки в разных образах. Есть прям такие хоррор, есть довольно милашные девочки. Знаю, что многие мои зрители любят подобную тему в раскрасках. Вот, знаю, что кому-то грейскейл очень нравится, его довольно просто раскрашивать для многих. Вот, ну, я что могу сказать? Я планирую раскрашивать, наверное, маркерами с доработкой, карандашами. Вот, хотя еще попробую, конечно, акварель. Потому что мне кажется, что должна бумага подойти под акварель. Вот, в любом случае, иллюстрации односторонние. Можно использовать абсолютно любые материалы, вообще все, что угодно. Единственное, пока не знаю, какие карандаши сюда хорошо лягут. Это новая, кстати, раскраска иллюстраторов. У них также еще есть две, по-моему, книги. Вот здесь прям очень темная иллюстрация. Но все равно, мне кажется, очень классная. Но такую я бы, наверное, карандашами вряд ли бы рискнула раскрасить, так скажем. Здесь я, да, думаю, или акварель буду использовать, или маркер. Вот, и здесь автограф иллюстраторов. Очень приятно. Вот, я, не знаю, ценю прям автографы художников и, в принципе, даже колористов, если бы они у меня были. Но, в общем, иллюстраторов всегда приятно иметь такую память. В книжке, в раскраске, в открытке я прям уже такую большую коллекцию собираю. Да. Пишите, как вам раскраска. Знаю, что она, я думаю, вызовет у некоторых диссонанс. Вот, но мне будет очень интересно почитать ваше мнение. Ну, это было все. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами была Виолетта. Всех люблю, целую, обнимаю. Пока-пока.